Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Помидорка за решеткой. Меня зовут Дима. Это продолжение прохождения игры Singularity. И что самое забавное, сейчас вы должны слышать замечательную игру, и меня, и при этом не слышать гул. Вот так вот я как-то покрутил всякие финтифлюшки на моем предусилке. И вроде как все наладил. Хотя хрен узнает. Посмотрим. В общем, давайте проходить уже. Мы ради этого сюда пришли. Птичка! Замечательно. Так. Я слышу какие-то крики, которые мне вообще не нравятся. Я понимаю, что все плохо. Так, здесь еще и в канализацию под водой нужно было окунуться шикарно. Так, вверху индикатора воды. Ага, shift, чтобы плыть быстрее. Ну, хорошо. Давайте, давайте, давайте ускорять парня. Ох ты ж мать его, это ж где мы такие? Кто это такие? Вы кто, ребят? Идите-ка вы. Я не хочу с ними драться. Вообще не хочу с вами драться. Они вот по вот этой картине, видимо, многих повалили. Вон он, зараза. Я не буду в него стрелять. Я не хочу его. Не хочу его огреть на себя. Не хочу его злить вообще никаким образом. Ёптичь, моптичь. Сблевал бы здесь уже раз 50, наверное. Мать. Так, ну, видимо, ему похер. Ладно, побежали. Тихо, тихо, тихо. Оружейный шкаф. С помощью оружейного шкафа можно выбирать и улучшать оружие. В оружейный шкаф автоматически добавляется большинство найденных вами образцов оружия. Окей. Так, парень, если это меня не потревожит, то все будет шикарно. Улучшение оружия. Вы нашли уникальную разработку, чтобы усовершенствовать свое оружие. Воспользуйтесь оружейным шкафом. А, ну, хорошо. Так, записочка. Угу, начнули. Так. Вот он, видимо, шкаф. В Dead Space примерно. Ага. Так, ну, окей, давайте войдем в него. Посмотрим, что тут можно улучшить, да как. Значит, три ползунка. Три характеристики, грубо говоря. Точность, урон, дальность. Ну, и самая мощная это снайперская винтовка, но она очень не скорострельная. Имеет маленький боезапас. И сблизи почти бесполезная. Значит, ну, давайте попробуем усовершенствовать автомат, допустим. Что тут можно сделать? Модернизация обоим. Увеличивание, увеличение емкости обоим и магазинов. Ускорение перезарядки оружия. Не, набегу, это быстрая перезарядка. И увеличенный урон. Увеличение наносимого урона оружия. Ну что, в принципе, можно будет улучшать обоймы и урон. Потому что урончик такой, ниже даже, чем у пистолета немножко. У автомата. Так. А вот, допустим, у дроби что можно сделать? Урон, перезарядка. Ну что, все одинаковое, что ли? Модернизация обоим. Перезарядка, урон. И все? Ну да. Давайте улучшим урон у автомата. А то он не серьезный вообще. Ни разу. А, его же еще взять можно, точно. И возьмем его как раз таки. И знаете что? Еще дробь возьмем вместо пистолета. Вот так вот. Так, и сколько у нас теперь у автомата урон? Ну, теперь больше, чем у пистолета. С учетом того, что скорострельность еще в разы выше, автомат у нас превращается в достойное оружие. Так, ну пока будем ходить с дроби. Урон больше, да и враги вроде как любят подходить вплотную. Так. Дверку можно открыть. Давайте открывать. Ох, подвесили человека. Выброс радиации и сингулярности превратил местных жителей в мутантов. Не попадайте именно в глаза. Ну, вон я их вижу. И все, теперь при наведении прицела они становятся красными. По всей видимости, теперь можно их атаковать. И вроде как, скорее всего, они сами теперь это захотят сделать. Так, спустимся сюда. Здесь ничего нету. Там шкафчик. Аптечка. Вот, хорошо. Аптечки нужны. Мне кажется, тебе бойцы будут серьезными противниками. А здесь, пожалуйста, что-нибудь. Хоть что-нибудь. А, нету ничего. А, ну тогда пошли вперед. Давай, смелее, диму. Контейеры. Контейеры. Контейнеры. О, аптечка еще одна. Максимум аптечек. Что ж. Ну, ладно. По всей видимости, еще и максимум здоровья. Так. Не заходите. Ну, это явно не для нас написали. А, слоу-моу еще показывает. Сейчас было слоу-моу воспоминание. Нам наверх. Посмотрим, куда они там убежали. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, парень. Тихо-тихо-тихо. Я тебя не хочу. Блин. Скир. Я его вообще не хочу беспокоить ни разу. Так. Боеприпасы. Боеприпасы, значит, для пистолета и для автомата. Ну, значит, автоматом будем шмарять. Видимо, нам все равно туда. Давайте начнем его палить. На, друг. Он исчез. Не появится ли он сейчас где-нибудь здесь, вот под моей сракой, чтобы... Чтобы предоставить мне шанс последний раз прозраться. Я боюсь туда идти. Ну, их нахер. Мама, забери меня отсюда. Ой-ой-ой. Взять не взять. Ну ладно, пошли. Дробь. Ё-тво-й-ю. Что-то же вы так выскакиваете, да, а? Так, технология. Все, дайте мне чем-нибудь серьезное против. Нас было двенадцать. Мы укрылись от взрыва сингулярности на складе, неподалеку отсюда. Но потом нас нашли твари. Теперь нас только трое. Нам надо выбраться с этого острова. Кстати, хочу кое-что, насчет кое-чего предупредить. После моих прокруток с предусилком случилась еще кое-какая непредвиденная хрень. В общем, как бы я не уменьшал громкость игры, она почти не уменьшается. Нет, уменьшается, да, достаточно хорошо. Но при этом не очень сильно. То есть, если я в микшере в предыдущий раз пытался выставить, ну, на третьей части выставить восемьдесят пять процентов, и там нормально было слышно, то сейчас игра должна быть громче слышная. При этом выставлено значение тридцать пять. Поменьше, вы представляете, да? Что это означает? В общем, я не хотел еще сильнее уменьшали громкость, чтобы не потерять вообще звучание. Но при этом я боюсь, что вот какой-нибудь ожесточенный момент схватки, где музыка будет, бои, меня почти не будет слышно. Я боюсь этого. Но я при этом буду говорить громче! Вот. Так. И постараться все-таки сделать себя услышанным. Сейв прошел. Ну что, прыгаем вниз. Ну, а, еб. Парень появился здесь. И подох. Четыре выстрела или три из дроби, и они сдохли. Он сдох. Так. А значит, не такой уж он и сильный. На среднем уровне сложности. Ну, это был один человек. Ну, я бы не назвал. Это было-то человеком, конечно. Это была одна тварь. Что будет, когда их будет больше? Мне кажется, пора звонить в могильщику и говорить свои размеры. Потому что я скоро подохну от страха. Здесь какая-то атмосфера жуткая просто. Шах и мат. Конь защищает ладью. Но слон берет короля. Прости, Павел. Интересно. Глухонемые, что ли, играли в шахматы. Зачем это все написали здесь? Так. Аптечка нам не нужна. Боеприпасы не нужны. Запись слушаем. Мы оторвались от чудовища, лев. Просто им надоели. Сейчас мы в безопасности. Павел выбегнул лодыжку. Мы боимся, что она сломана. Эту ночь мы проведем здесь. К счастью, в убежище нашлись шахматы и запас водки. Уютная домашняя атмосфера. Даже действительно. Но, видимо, их намного не хватило. Шахматы пару раз сыграли. Пару бутылок водки выдули. И все. Так. Дальше идем. Технология это все. Сейчас. По-хитрому и сделаем. Каким-то чудом он меня не... А, нет, все-таки задел. Или нет? Или это с прошлого раз ранения? Не знаю. Ну да ладно. А вроде как... Не сильно сложно было это сделать. Я правда промахивался. Жутко. Но в итоге все хорошо. Так. Я слышу еще этим. Говори. Крик отсюда что-то. Откроем контейнер значен. Боеприпасы вот для дроби как раз таки шикарно. Так. Что? Что это? Что это? Очередное воспоминание. Опа. Еще патрончики для дроби. Так. Сюда, видимо, нельзя. И нам, по всей видимости, сюда идти. Ух ты ж сколько вас тут. Три раза попали. Всего лишь три раза надо попали. Ой, сзади, сзади, сзади. Иди тут нахер. Нахер отменю. Нахер. А ну-ка нахер. Прыгнул он, блядь. Да сколько у вас тут. Похиляться. Ой, блин, дыхание приглашено. На мгновение у меня. Еще и все. Да что с моей точностью-то, а? Похиляться. Иди к черту. Как хочется ему в полете, когда он так летит на меня. Не отходить, а вот так вот шпякнуть ему. Промеж глаз. Чтобы он отлетел. Вроде попадаю, когда в полете они на меня летят. Но они не отлетают. Ой, какие красавцы. Ммм, секс просто. Спецназ. Ну понятно. Теперь понятно, да. Откуда они такие большие, здоровые, сильные. Тут он вообще двухголовый. Модельки разные. Модельки. Модельки можно крошить по частям. Это радует. Так. Энергия очередная. Идем дальше. Пока что дробь. Меня устраивает. С учетом того, кто согласен. Находится устройство, известное как МВП. Его изобрел доктор Борисов. Один из ученых, работавших здесь в 50-е годы. Борисов. Это... Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Слушайте, получилось так, как я хотел Он прыгнул, я ему так, опа В Фрэмбовском стиле Даже в Макс Пейновском, так, в крышке назад Хорошо Значит, я просто не попадал Ага, полечились, взяли энергию Ну, видимо, нам сюда Или куда? Не, мы отсюда пришли Ёшкин кот Значит, нам сюда Да, нам сюда Энергия Заходим Так, тише Кто дверь закрыл? Тшш Ой, пацану, как не повезло-то, а Тихонечко Нет времени, они почти внутри Нет, я не хочу так уберечь Прости меня Нет Вы извините, если я что-то пропустил Я просто боюсь, что они сейчас реально зайдут через эту дверь А поэтому очканул И сныкался Но они не зашли Так Записка прочитана Рычажила Люблю я в играх такие рычажила Нажимаешь, не знам, а зачем А хрясье это оказывается полезным Ух, сколько их тут Ладно Их не так уж много Я себя успокаиваю Но я бы туда все равно не пошел Даже с учетом того, что я их уже Согласно записям Мир-12 В этом здании есть секретный вход в ведущий к убежищу Найди его Найти секретный вход в катакомбы Я думаю, найдем, когда Тогда и закончим Опа Ну, видите, здесь нужно шастать Короче, по углам, чтобы находить все-таки эти батареечки Разные плюшечки Опа Баллоны с жидким азотом Поврежденные баллоны с жидким азотом Замораживают всех, кто находится рядом Разбивайте замороженных противников Пока они не успели оттаять Вот он, этот баллончик Вот так вот мы четко делаем Шикарно Только вот второй баллон, по-моему, зазря Мы просрали Ну, что, кто еще будет попадать? Будете лезть сюда, падлый? Не хочу туда спускаться Вот появляются Где вы? Ну, ну, а А А Они шмаляются в меня этими бочками И хрена, ты охренел ловил падла кинул у меня почиву ни хрена себе я шуту я шмальца прифигел от этих возможностей это круто так почли очень круто то что они не просто еще кто-то появляется тихо иди сюда роду сюда сюда давайте давайте на по получили все музыка прошла видимо мы всех сделали так не переходите и разбирать добро что здесь лежит достаточно легко получилось этими баллончиками я подлечусь до полки прям даже очень легко здесь что-то еще было я за точно запись у испытуемых увеличилась плотность мышечной массы явное действие изотопов е-99 которое это лаборатория что вы с ума сошли что все это значит здание проник посторонних следуйте за мной кто вам дал на это право я доктор демичев вы знаете что доктор парисов не потерпит парисовым я займусь лично он предал родину вы двое соберите всех и найдите прибор интересно а знаете что я передумал не будем искать в этой серии на этом закончим размер файла уже очень велик хоть и 20 минут не знаю почему поэтому я заканчиваю запись здесь но мы скоро увидимся всем спасибо за просмотр всем пока